Всем привет! На связи Василий Кашеваров и в этом видео я хочу рассказать о 7 шагах, которые нужно сделать для того, чтобы научиться продавать в лоб, чтобы ваши инфопродукты продавались на автопилоте самостоятельно, сразу, без какого-то разогрева аудитории. Что нужно для этого делать? Чтобы автоматически продажи шли, была настроена реклама и просто каждый день вы получали определенную порцию заказов и таким образом получали пассивный доход. Итак, давайте сразу перейдем к делу. Первое – это выбрать тему и нишу. Второе – определиться с тем, кто будет автором. Третье – проверить статистику темы и ниши, насколько она вообще востребована, эта тема. Четвертое – нужно создать одностраничный сайт, на который будут потенциальные клиенты приходить и принимать решения о покупке. Пятое – разместить рекламу. После того, как сайт создан, разместить рекламу, чтобы протестировать результат. Шестое – протестировать результат. Седьмое – подсчитать прогнозируемую прибыль и принять решение. В зависимости от того, были ли заказы, сколько заказов было, насколько это рентабельно, принять решение, идем ли мы дальше, вкладываем ли деньги в рекламу, записываем ли полноценный продукт или же нет, или тестируем новую тему. То есть, суть вхождения в продажу влог такая, что мы сначала тестируем, насколько будет прибыльна система, то, что мы продаем, и не записываем еще никаких продуктов, не вкладываем большое количество средств. Мы создаем сайт и рекламу, как будто продукт уже есть. Если есть на него спрос, тогда только потом мы записываем продукт и уже расширяем систему, расширяем бизнес, вкладываем деньги в рекламу, записываем курс и так далее, и так далее, и так далее. Добавляем какие-то дополнительные продукты, добавляем дополнительные источники трафика. Давайте пройдемся по порядку. Итак, выбираем тему и нишу. Понятно, нужно определиться с этим, это будет какая-то бизнесовая тема, или это будет хобби, или это будут какие-то технические навыки, или это будет что-то связанное с психологией, эзотерикой. То есть, выберите свою тему, определитесь с нишей, которую вы будете тестировать. Это первый шаг. Следующее. Важно определиться, кто будет автором. Если вы чувствуете в себе большой потенциал на различные темы, то подумайте, какая тема, из которых вы владеете, какая из них наиболее компетентна в вашем случае, какой вы наиболее эксперт, и какой вам будет легче всего обучать людей. Если вы хотите создать какой-то продукт, который будет полезен людям. То откладывайте первый вариант и находите эксперта, с которым не нужно пока записывать никаких курсов. Нужно просто создать материалы для будущего сайта, будущего одностраничника, который прорекламировать, протестировать нужно будет в сети какой-то рекламной. Рекламной и понять, будет ли прибыль, собственно, продукт. То есть, не нужно сильно заморачиваться, просто нужно создать материал для того, чтобы протестировать саму тему. Следующее. Мы проверяем востребованность темы. То есть, вот мы определились с вами, что мы будем, допустим, создавать курс по программированию. Я не силен в этой теме, но что-то по 1С, или по бухгалтерии, или как работать в Excel. Вот мы определились, что будем создавать курс, как работать в Excel. Как обучиться секретам Excel. И проверяем, готовы ли люди покупать. Вы сейчас видите очередь. Если люди готовы покупать, мы увидим большое количество тестовых заказов. То есть, люди будут думать, что уже продукт создан. И если мы видим заказы, то мы и создаем продукт, и продаем им. Нет смысла создавать продукт заранее, еще не зная, будет ли он продаваться. Поэтому мы проверяем востребованность для начала. То есть, мы еще не тестируем наш продукт, мы просто смотрим, ищут ли этот запрос, ищут ли такой продукт в интернете. Ищут ли его уже кто-либо. И для этого нам нужно подобрать третий шаг. Ну, это продолжается третий шаг. Подобрать ключевые слова. Нам нужно зайти на сайт wordstat.yandex.ru И там поводить ключевые слова. Например, как научиться Excel, секреты работы в Excel, или программирование на C++, или валяние из шерсти, какие-то разные запросы. И смотреть, есть ли схожие запросы. Курсы там валяния, или курсы там программирования, или курсы там, я не знаю, обучение езды на роликах, или на скейте. Если этот запрос есть, если похожих запросов много, значит, такую тему ищут. Значит, мы можем смело тестировать эту нишу, тестировать инфопродукт на эту тему и создавать этот страничник. Заходите на wordstat, вводите там, не знаю, курсы там, не знаю, выращивания моркови, или как родить без проблем, или как привлечь лучшего мужчину в свою жизнь, или как научиться искусству пикапа. Или что-то в вашей теме. Если похожие какие-то запросы есть еще, и такие же, или смежные, или близкие к этому, если их много, если увидеть, что там от тысячи запросов на какую-то тему, то смело можно делать инфопродукт и переходить к следующему шагу. Также есть такой же инструмент в Google AdWords и в Бегуне, по-моему, тоже такое есть, но лучше использовать Яндекс и Google. Тоже протестировать там востребованность ваших ключевых слов. Итак, далее. У нас тут действует принцип разведки боем. Мы просто берем и проверяем. Мы сильно не вкладываемся ни по каким средствам, а просто берем. Главное действовать быстро. Не нужно сильно долго раздумывать, пойдет моя тема или не пойдет. Это именно принцип разведки боем. Продажи в лоб на автопилоте. Это когда мы быстро, буквально я свой продукт, один из первых, да и последующие разы я создавал там за неделю, ну никак не продукт, а одностраничный сайт, тестировал его, и за неделю мне было понятно. Это причем неделя, это был достаточно длинный срок. Один из продуктов я сделал за три дня. Ну, одностраничник протестировал. И оказалось, что тема востребована. Поэтому разведка боем это самый правильный путь. Мы быстренько создаем страничку, тестируем. Сработало, есть продажи. Смотрим, еще ждем. Подчитываем прибыль. Если окей, то делаем. Если нет, то делаем, тестируем другую тему. Вот. Четвертый пункт. Создаем одностраничный сайт с приемом заказов. То есть, простой одностраничник, где есть заголовок, подзаголовок, раздел об авторе, раздел о том, как бы, с чего все началось, почему автор решил заняться этой темой, небольшая история. Потом переход в предложение, что входит в обучающий курс, тренинг. Потом приложение бонусов, отзывы, стандартное ограничение по времени и призыв к действию. Стандартный одностраничник, который есть. Вот. Есть, конечно, система, как это все писать. Ну, это достаточно распространенная система. Мы создаем простой одностраничник, где предлагаем по системе одностраничников именно наш продукт. Создается такой сайт. И дальше мы размещаемся на сайтах Яндекс.Директ. Вот вы видите, как это все выглядит. Мы рекламируемся в поисковых системах. Мы рекламируемся в Яндекс.Директе. Наберите Яндекс.Директ в поиске, и вы увидите эту систему. Как там оформлять свое объявление рекламное. И как его настраивать получше. То есть, там все есть. Достаточно дружелюбный интерфейс этой системы. И суть такова, что когда ваш потенциальный клиент будет вводить какие-то запросы в поисковик. Это может быть и Rambler, Google. У Google отдельная система, сейчас я не расскажу. То ваше объявление для вашего потенциального клиента, оно будет показываться либо вот здесь. То есть, либо здесь, либо вот здесь. Либо еще на других сайтах. Просто потому, что Яндекс запомнил, что человек вводил какие-то определенные запросы. Например, обучение Excel. И он будет уже предлагать ваш инфопродукт человеку, который интересовался этой темой. Уже на других сайтах. Точно такая же система есть у Google AdWords. Тоже реклама происходит и в поиске. Под поисковой строкой справа от результатов поиска. И точно так же по другим сайтам раскидывается информация о вашем продукте. Таким образом, мы размещаем рекламу в двух этих сервисах. Ставим минимальный бюджет. То есть, какой-то определенный, небольшой. Смотрим, сколько было кликов, соотношение количества кликов, соотношение количества заказов. Были они, не были они. Сколько их было. Сколько мы получили потенциальных продаж. И тестируем результат. То есть, смотрим. Допустим, 2-3 дня мы крутим рекламу. Смотрим, есть продажи, какие они. И делаем вывод. И седьмой пункт. Вот как раз-таки почитать прогнозируемую прибыль и принять решение. И этот седьмой пункт включает в себя 5 подпунктов. Нужно почитать сумму, на которую были сделаны заказы. Вычесть примерное количество возвратов, которые будут. Потому что даже, ну, редко, конечно, но в электронных оплатах тоже бывают возвраты. Но реже, чем, допустим, наложным платежом. Вычесть отказы. То есть, не все курсы оплачивают. Потом, третий пункт. Вычесть рекламные средства, которые вы затратили на Яндекс.Директ и Гугл. Может быть, еще ВКонтакте или покупку, кстати, вот баннерной рекламы. Вы можете не только в контекстной сети рекламироваться, но и покупать рекламные места на тематических сайтах, на которых могут обитать ваши потенциальные клиенты. Четвертое. Вычесть различные другие расходы. Возможно, это связано с отправкой наложенным платежом или еще что-то. И пятое. Почитать прибыль. То есть, вычесть расходы из доходов и сколько осталось. Вот это есть прибыль. И самое важное, последнее, это принять решение. Так или иначе, вот как вы здесь видите на картинке, в известной игре, в героях можно было выбрать, при нахождении клада можно было выбрать, либо вы получаете золото, либо вы получаете опыт. Точно так же и с продажами в лоб. Если вы сделали все эти действия 7 пунктов, то так или иначе, продался ли товар или не продался товар, вы получаете либо сразу прибыль, то есть вы понимаете, что заказы продаются, курс продается, заказы есть, прибыль есть, значит, можно записывать курс и получать прибыль на постоянной основе. Либо, если у вас что-то сразу не вышло, как это было у меня, у меня сразу тоже не вышло, у меня получилось с других попыток, вы получаете опыт. Следующий инфопродукт таким образом тестируется и запускается намного-намного быстрее, раз в 10 быстрее, может быть даже, не, наверное, даже в 20-30 раз быстрее я его запустил, потому что уже знал, как создавать одностраничники, как там размещать рекламу, все-все-все. И вот перед вами тоже такой выбор. Вы получаете либо деньги, либо опыт. В любом случае, по теории вероятности, срабатывает эффект, что так или иначе в достаточно короткие сроки получается запустить какой-то продукт, который будет все-таки продаваться. И вы, собственно, находите так свой... Выбираете тему, выбираете, значит, нишу, выбираете с автором вы или нет, тестируете и запускаете так продукт. Вот так это работает. Давайте подытожим. Мы выбираем тему и нишу. Второе. Определяемся с тем, кто будет автором. Третье. Проверяем статистику темы и ниши, то есть востребована ли она, ищут ли ее. Четвертое. Создаем одностраничный сайт с приемом заказов, чтобы люди могли заказать. Это важно. Пятое. Размещаем рекламу. Шестое. Тестируем результат. Смотрим, сколько есть заказов, сколько нет. Седьмое. Подсчитываем прогнозируемую прибыль, вычитаем какие-то расходы и принимаем решение, двигаемся мы далее или нет. Достаточно простая система, как вечный двигатель. Ну, не знаю. Возможно, здесь такое сравнение, но думаю, да. Потому что либо заработал, либо получил опыт. Делаешь дальше еще быстрее, тестируешь еще быстрее. Так или иначе, находишь свою нишу. Вот. Хорошо. Большое вам спасибо за просмотр. С вами был Василий Кашеваров. Удачи вам и до встречи в новых видео. Пока. Продолжение следует.